Христианин Христианин, неси огонь чудесный слой, Который дал тебе Христос. Он умер на кресте, пожертвовав собой, Огонь любви Он всем принес. Гори огонь, всегда гори, Пославляй собой холодные сердца, И новый мир прекрасный озари, Которым радость без конца, Которым радость без конца. Вот путник Он устал, Он из Него в пути, Зовей Его и ободри. Скажи, что не погибнет Его вечный Бог, Засветит солнце впереди. Гори огонь, всегда гори, Пославляй собой холодные сердца, И новый мир прекрасный озари, Которым радость без конца. Которым радость без конца. А если путник Труси льнет с того пути, Который радость и ветер, То ты в Его груди огонь любви зажги, Чтобы он смог тот путь найти. Гори огонь, всегда гори, Пославляй собой холодные сердца, И новый мир прекрасный озари, Которым радость без конца, Которым радость без конца. И если станет очень тяжело тебе, Суровый мир гасит огонь, Не унывай, ведь любящий Господь с тобой, Он сохранит светильник твой. Гори огонь, всегда гори, Пославляй собой холодные сердца, И новый мир прекрасный озари, Которым радость без конца. Которым радость без конца. Слава Господу, дорогие друзья, Это торжественный праздник Излияния Духа Святого На нашу землю и на сердца человеческие. И если мы празднуем праздники, Особенно такие, как Рождество, Воскресение Иисуса Христа И сошествие Духа Святого, Это наш праздник, Поэтому как радостно быть на этом месте. И мы все стоим, Мы чувствуем плечо друг друга. Слава Господу! А здесь написано, что при наступлении Дня Пятидесятницы Все они были единодушно вместе. Еще не хватает, возможно, Вот этого единодушия, Душа к душе, Чтобы у нас было то же чувствование, Какое было тот момент на учеников, И на тех, которые были в этой горнице, Они были единодушно вместе. В молитвах и молениях. И мы также будем молиться сегодня, Мы будем благодарить Господа, Потому что Он и сегодня Изливает благодать Святого Духа. Это Он есть крестящий Духом Святым. Аллилуйя! Слава Ему! И Он говорит, Я там, где двое или трое собраны, Здесь больше, чем двое или трое, Поэтому Он здесь. Он хочет касаться благодати Своей. Он хочет изливать благословения. Падают капли, но просим, Чтобы потоки Ты дал. Мы нуждаемся в этом. И последнее время, Когда вокруг все так неспокойно, Нам хочется успокоения от Духа Святого, От Духа Святой, Утешитель скорбячих славы Ему. И внезапно сделался шум, Как бы от несущего сильного ветра, И наполнил весь дом, Где они находились. Нам очень важно, Чтобы эта сила сошла на нас и сегодня, И чтобы этот дом наполнился благодатью Святого Духа. Дорогой друг, Ты тот, который кричен и Духом Святым, У тебя сегодня праздник. Поэтому сегодня мы откроем свое сердце для Господа. Сегодня мы шире откроем сердце наше И поднимем вверх и врат, Для того, чтобы вошел Царь Славы. И здесь написано, что И явились им разделяющие языки, Как бы огненные, И почили по одному на каждого из них, И исполнились все Духа Святого, И начали говорить на иных языках, Как Дух давал им провещевать. Сейчас, дорогой друг, брат и сестра, Это служение, которое пред нами, Пусть оно будет наполнено благодатью И твое сердце. И если ты не чувствуешь близости Господней И Духа Святого, То у тебя есть время Быть единодушно вместе с Церковью, Как одно целое, Как тело Господа, Как невеста Его. Мы будем сейчас превозносить Его И благодарить, И призывать имя Его Святое Для этого служения, Чтобы в продолжении всего служения Мы чувствовали прикосновение Святого Духа. Аминь. Будем молиться. Наш Господь, дорогой, Мы тебя сердечно благодарим и славим, Что Ты, Божий, Оставил для нас величайший эталон Да единодушно вместе, Господи, От единодушно в молитве. Аллилуйя. Аллилуйя. Арталарикамаридаста лады. Стаминь. Асанна. Слава Тебе, Боже. Тебе время действовать благодатью И Духом Твоим Святым. Церковь нуждается в этом. Каждый в отдельности член Церкви Нуждается в этом. О, Авва. Я моляю Тебя и прошу, благослови. Благослови, Боже, все собрание. Дай, чтобы оно было наполнено Тобою, Твоей благодатью. Прикасайся к отдельности каждому сердцу, Господи. И каждый, кто находится на этом месте, Дай почувствовать праздник Твой, Господи. Дай праздновать это великое, Господи. Тот, что Ты послал. Ты сказал, что я пошлю Духа Утешителя. Аллилуйя, слава Тебе. Ты тот, который утешаешь скорби нашей. Ты тот, который руководишь жизнью нашей. Ты тот, который даешь возможность восторгаться к Богу крепкому и живому. Доколе мы придем и явимся при лице Твое Святое. О, Авва. Отче. Дух Святой да наполнит, Господи, каждое сердце и каждый, Боже, единение, как одно целое. Вознесем Тебе славу и хвалу. Тогда сошли огненные языки. А сегодня да сойдет благодать Твоя, Господи, как веяние тихого ветра. Арама на дистала, дистаминь, ацана. Слава Тебе. Я прошу Тебя, благослови, Боже, начиная от самых маленьких и кончая самым пожилым. Я прошу Тебя, дай каждому открыть двери сердца своего и упустить этого голубя, который сойдет, Господи, так, как сходил и на Тебя в день Твоего крещения. Мы молим Тебя и просим, сойди благодатью Твоей. Благослови, Боже, проповедующий слово, молящийся, поющий, Господи. Дай, чтобы этот праздник чувствовался в нашем духе, в нашем сердце, Господи, во нашей внутренности Твоей. Да будет имя Твое Святое превознесено и прославлено и возвеличено, великий, благословенный и превознесенный Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Спой же песню об Иисусе, славе Его. Спой же песню об Иисусе, славя Его. Он так благ, ты полагайся лишь на Его. Любит нас Он как лучший друг, Он близи нас всегда вокруг, Поспеши же Ему принять хвалу и честь. Любит нас Он как лучший друг, Он близи нас всегда вокруг, Поспеши же Ему принять хвалу и честь. Одно слово об Иисусе, Он свой чужих. Чтобы все Ему служили мы, всех хотим. Любит нас Он как лучший друг, Он близи нас всегда вокруг, Поспеши же Ему принять хвалу и честь. Любит нас Он как лучший друг, Он близи нас всегда вокруг, Поспеши же Ему принять хвалу и честь. Он во всякое, в горе, в лицах сердца. Люди могут обмануть нас, Он верен нам. Любит нас Он как лучший друг, Он близи нас всегда вокруг, Поспеши же Ему принять хвалу и честь. Любит нас Он как лучший друг, Он близи нас всегда вокруг, Поспеши же Ему принять хвалу и честь. Будет деть мы все сердечно Иисус один, Будет все во всем нам вечно, Выше небосы. Любит нас Он как лучший друг, Он близи нас всегда вокруг, Пожалуйста, присаживайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, я приветствую всех любовью Господа Иисуса Христа и хочу поздравить с великим торжественным праздником, днем сошествия Святого Духа на Первоапостольскую Церковь, на апостолов и на нас с вами. Слава нашему Господу за то, что некогда совершилось то обетование, в котором Он сказал, что придет время, когда вы примете силу Святого Духа и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. И мы можем добавить и даже здесь, на этом месте, в этой стране Америки, где присутствуем мы и живем каждый в отдельности. Дорогие друзья, благословен Господь наш, который вложил доброе желание прийти сегодня в Церковь Христову, прославить Его Святое Имя. Вы знаете, на страницах Библии Иисус Христос, когда ходил на земле, Он повествовал, то есть говорил, проповедовал людям о Царстве Божьем, о спасении. Говорил погибающему миру о том, что необходимо спасаться, необходимо прийти к Господу, необходимо... Он объяснял все проблемы, все случаи жизни, что необходимо прийти и прославить Господа. Друзья дорогие, я хочу сказать о том, что на послевоскресение Господа Иисуса Христа, Писание говорит, деяния апостолов на протяжении 40 дней, Иисус Христос являлся и ученикам, и многим другим свидетелям и говорил о Царстве Божьем. Но Слово Божье говорит о том дальше, в первой главе Деяния апостолов, что и собрал их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. И дальше, дорогие друзья, Христос говорил последние слова здесь на земле своим ученикам. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». «Сказал это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло из вида их». Представьте себе такую картину, братья и сестры. Они не знали, ученики Господа Иисуса Христа не знали, что это было последнее слово здесь на земле. Это слово, которое вдохновило их, это слово, которое дало им жизнь дальше, следовать за нашим Господом. И Слово Божие говорит, что когда они смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг предстали им два мужа в белой одежде, и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, Который вознешся, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим. И Священное Писание повествует дальше о том, что они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находилась близ Иерусалима, и пришли и вошли в горницу, где и пребывали. И перечисляется, что пребывали ученики, и все они, написано, единодушно пребывали в молитве, в молении с некоторыми женами, Марией, Матерью Иисуса и братьями Его. И вот вы представьте себе, друзья дорогие, последние слова прощания, последние слова напутствия, они звучали в голове учеников, в сознании учеников, но звучало то слово, ждите обещанного, оставайтесь в Иерусалиме, и они ждали. И Писание говорит, что 10 дней они находились вместе, единодушно, славили Господа, ожидали Его милости. И написано так дальше, во 2 главе, «При наступлении Дня Пятидесятницы, все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Слава нашему Господу! Друзья дорогие, я хочу заострить наше внимание в том, что это не история, которая сегодня повествуется на страницах Священного Писания. Для апостолов, для первоапостольской церкви, это был живой факт соприкосновения с силою Господней. Но нам с вами сегодня, это уже, дорогие друзья, как бы каждый из нас в отдельности лично пережил то, что в свое время переживали ученики Господа Иисуса Христа. Вдруг написано, сделался шум, как бы от несущегося сильного ветра. Вы знаете, что Священное Писание, Ветхий Завет повествует, что Пятидесятница была вторым праздником, или вторым праздником в году всего еврейского народа. И это был праздник жатвы, когда народ Божий приносил плоды пред Господом. Для церкви Нового Завета, друзья, Пятидесятница символизирует сегодня начало Божьей жатвы, начало Божьего движения живых душ для Господа. Пусть Господь благословит. И вы знаете, на страницах Священного Писания, в деянии святых апостолов, через вот эти главы красной нитью проходит то, что, когда исполнились Духом Святым ученики, Писание говорит о том, что дальше уже третья глава, когда Петр и Иоанн шли в храм, час молитвы, девятый, и написано, что хромое чрево Матери, которого сажали каждый день при храме, Он просил милости, и Петр и Иоанн идут, и Писание говорит, что он пристально смотрел на них, желая что-то получить. Но апостол Петр несколько дней назад получил то, что просил у Господа, и написано, исполнившись Духом Святым, сказал, взгляни на нас, «Золото и серебра я не имею, но что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назорея, встань и ходи». И опять Слово Божие говорит, что вдруг укрепились стопы его, он вскочил, стал хвалить Господа. Дорогие друзья, произошло явное чудо, и Писание говорит о том, что был собран весь Синедрион. Нужно было признать, что это сила Божия, которая подняла этого человека, этого хромого чрева Матери. Но Священное Писание нам повествует о том, что это была хорошая проповедь апостола Петра для того, чтобы привести к покаянию народа. Привести тех, которые в свое время распили Сына Божия. Привести к покаянию тех, которые думали, что с ними все в порядке. И вот Слово Божие говорит о том, что когда Петр продолжал свою речь, когда Петр, исполнившись Духом Святым, зерзновенно говорил Слово Божие, то покаялось много душ, три тысячи душ обратилось к Господу. И Слово Божие говорит о том, вот это уже третья глава, что апостол Петр обратился к ним и говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас для прощения грехов. Братья и сестры, Слово Божие говорит дальше. Когда апостол Петр говорил дальше Слово Божие, когда Дух Святой употреблял его, снова мы читаем о том, что пламенная проповедь, которая вытекала из уст Петра, она побуждала народ Божий к покаянию. Она побуждала народ Божий пересмотреть свое хождение, свою жизнь пред Господом. Дорогие друзья, я хочу сказать особо сегодня, в наше время, вы знаете, мы празднуем сегодня не праздник Пятидесятников, а мы празднуем сегодня праздник Пятидесятницы. Это праздник излияния Святого Духа на апостолов, на мое сердце, на ваше сердце, на всех тех, кто сприкоснулся с живой силой Божьей. Дорогие друзья, и как приятно осознавать, что ты в полном подчинении Духу Святому, что Дух Святой, который живет в сердце твоем, он находит место в твоем сердце и моем сердце. Пусть благословит нас Господь. Вы знаете, обетование Господа Иисуса Христа, который еще при жизни говорил своим ученикам, если мы читаем Иоанна 14 главу, Слово Божие говорит так, «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его». Дорогие друзья, хочу сказать это очень серьезное слово. Мы сегодня знаем Его, мы сегодня ощущаем Его, но Слово Божие говорит нам, и Иисус Христос в свое время сказал, что мир этот не знает Его, он не видит Его. Дорогие друзья, и потому этот мир не может принять Иисуса Христа сегодня, не может принять как личность Духа Святого. Братья и сестры, но хочу сказать, какая благодать в сердце верующего человека, когда он, открывая свое сердце, дает место, дает желание принять Святого Духа, дает в сердце своем место для полного действия благодати Святого Духа. Вы знаете, дорогие друзья, хочу сказать еще то, что Дух Святой, который, пройдя на эту землю, он является путеводителем каждого христианина, каждого верующего человека. И это не стечение обстоятельств, как некоторые понимают, и говорят, так судьба распорядилась. Некоторые говорят о том, что так сопутствует неудача. Братья и сестры, искрного христианина, верующего человека, всегда в жизни сопровождает Дух Святой, если такой христианин является чутким голосом Святого Духа. Вы знаете, что Духа Святого можно оскорбить. И Слово Божие говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, говорит, и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день вашего искупления. Чем можно огорчить Дух Святой? Дорогие друзья, своим недобрым поведением, своей мирской жизнью, своими грехами, своим плотским таким поведением. Вы знаете, что плоть желает противного духу. Вожделение плоти сегодня, они такие, то есть это похоть и плоти, они такие, о которых говорит Священное Писание, и все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек. Дорогие друзья, я хочу сказать сегодня, что каждый христианин, который пришел в это служение, который согласился сегодня праздновать этот праздник Пятидесятницы, пересмотри сегодня свое хождение пред Господом, пересмотри свое отношение к Духу Святому. Если однажды в жизни своей ты дал место в сердце своем для Духа Святого, и Бог крестил тебя Святым Духом, ты впустил его благодать в сердце свое, какое твое сегодня отношение к Духу Святому? Может быть, сегодня он униженный, огорченный, оскорбленный, стоит вне сердца твоего и тихо стучит, все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду и буду вечерять с ним, и он со мною. Друзья дорогие, хочется задать вопрос. Мы сейчас будем молиться Господу, мы будем благодарить Господа за эту благодать, но хочется задать вопрос, дорогие друзья, в каком отношении сегодня мы к Святому Духу? Как давно мы исполнялись Святым Духом? Что препятствует сегодня нам к тому, чтобы в полной мере благодать Святого Духа изливалось в сердце наше? Может быть, сегодня мы только празднуем? Дорогие друзья, как в свое время апостол Павел сказал, что не станем праздновать с опресноками порока и лукавства, но станем праздновать с опресноками чистоты и истины. Пусть Господь благословит, чтобы празднование наше было ликованием сердца, чтобы празднование наше было празднованием души человека. Я обращаюсь к тем, кто находится в нашем собрании и, может быть, думает сегодня, о чем вы говорите сегодня, о каком Духе Святом идет речь сегодня. Если у тебя незнакомый Дух Святой сегодня, ты можешь, опустившись на колени, попросить Господа, Господи, выйди в мое сердце, Господи, посети меня благодатью Духом Святым. Но Писание говорит, для того, чтобы впустить его в сердце, необходимо покаяние. Братья и сестры, хочу сказать, что Дух Святой неоднократно свидетельствовал. И вот на этой неделе, буквально недавно, мы были, братья и сестры, были собраны на молитве. И Дух Святой сказал сегодня, в наши дни, что нужно покаяние народу моему. Искренное покаяние в своих грехах. Потому что осуетился народ сегодня и занят не тем, чем нужно. Сильно сегодня занят народ земным. Дорогие друзья, если Дух Святой говорит сегодня нам с вами, то нам необходимо отреагировать на это. Нам необходимо просить прощения, просить покаяния. Вы знаете, в свое время пророк Исаия, Господь обращался через пророка Исаию к израильскому народу и говорил, во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Все тело исчахло в ранах, гноящихся, необвязанных. И дальше, дорогие друзья, апостол, дальше пророк Исаия говорит такие слова Духом Святым, что к чему мне множество жертв ваших, говорит Господь. Когда вы приходите являться пред лицом моего, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю, это обещает Господь. Это слова самого Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, поэтому со вниманием, поэтому с чуткостью в сердце своем отнесемся к этому голосу Святого Духа, проверим свое хождение, может быть сегодня нужно покаяние, может быть сегодня нужно победить какой-то грех, потому что, как я уже сказал, и апостол Павел говорит, что плоть желает противного духу, и они всегда противятся друг другу. Дорогие друзья, если живем по плоти, то умрем, если духом умерщвляем, дела плоские, то Слово Божье говорит, что живы будем, да благословит нас Господь. И я бы хотел закончить мою проповедь такими словами одного псалма. Мы сейчас будем молиться, друзья дорогие, и я призываю всю церковь искренно, встав на колени, попросить Господа милости, поблагодарить Его за то, что в свое время Он послал это обетование, и как в Ветхом Завете было обетование к народу израильскому, что горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит, и завет мира моего не поколеблется, говорит, милующий Тебя Господь. Дорогие друзья, в Новом Завете обетование Духа Святого, оно в полноте исполнилось, и Слово Божье говорит нам сегодня об этом. Поэтому дорожите той благодатью. Те, кто имеет сегодня благодать Святого Духа, живите так, чтобы Духу Святому не было тесно в вашем сердце. Отец и Сын, и Дух Святой, Святая Тройца, призри с небес в стране земной, народ Твой молится. Ты силу в церкви прояви, как в дни начальные, и радостью благослови сердца печальные. Тебе мы молимся, о Дух Святой, Тебя мы славим в этот час, Святая Тройца. Да и силы верными быть до конца. Хоть мало сильных среди нас, но церковь строится. Аллилуйя! Слава нашему Господу, друзья! Я приглашаю всю церковь встать на наши колени, благоговея пред Господом, возвысить свой голос, и просто прославить за это обетование Духа Святого, которое совершилось в нашем сердце. Аминь! Будем молиться! Халлилуйя! Слава Тебе! Аминь! Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дух Святой, прими сердечную благодарность Прими, Господь, благодарность, вечный Бог Прими, прими, Дух Святой, за Твою силу благодати За то, что Ты на этом месте Ты вселился в благодати Духа Святого В сердце моем, Господи, сил, Тебе поклоняюсь Тебя величаю, Тебя прославляю, Божьи сил И благодарю Тебя за то, что поистине церковь Твоя Она здесь на земле еще строится За то, что Ты, Дух Святой, живешь в сознании сердца нашего И Ты желаешь, Господи, чтобы каждый в отдельности Укреплялся силой благодати и милости и правдой Твоей Да придет Твоя милость, да придет Твое благословение Хвала Тебе, Владыка жизни Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Владыка жизни Слава Тебе, Дух Святый Я благодарю Тебя, Господи Я поклоняюсь Тебе, я превозношу Тебя Я величаю Тебя, Бога, Бога, Царя, Царей Прости нас за то, что часто мы бываем нечутки голосом Светлого Духа Прости за то, что часто мы оскорбляем Тебя Часто, Господь, мы унижаем Тебя И Ты, оскорбленный и униженный Стоишь далеко от сердца нашего Слава Тебе, Дух Святый Слава Тебе, Творец неба и земли Приходим пред величием Твоим, желанием сердца Возвеличить и прославить Тебя Ты на этом месте Ты Бог живой, Ты Царь Царей Ты Господь Господствующий Ты есть тот камень, который отвергли строители Но который сходился в голову и в глаз И не помнит его спасение Как только в Тебе и через Тебя Но и Бога, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебя Господи, благородил Тебя Прославляю Тебя, величай Тебя Святого Израильва Аллилуйя, Аллилуйя Да будет имя Твое благословенно Царь Царей и Господь, благородил Ищи Господь Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя Владыка жизни, Царь Царей, Господь Господствующий, мы на ней в этот час, Церковь Твоя, благодарим Тебя за то, что Ты дал возможность сегодняшний утренний час воскресного дня прийти на это святое место и здесь поклониться Тебе, Богу жизни нашей. Слава Тебе, Царь Царей, слава Тебе, Господь Господствующий, слава Тебе за Твое обетование, которое Ты сказал в Своем Слове, что Ты создашь Церковь Твою и врата ада не одолеют ее. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе. И это обетование Твое, оно сегодня с нами, Господи, и мы в этой Церкви сегодня, и мы благодарим и дорожим, что сегодня каждый из нас является этим живым камнем в этой Церкви, в деле строительства Твоего. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты тот камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, слава Тебе наш Бог, слава Тебе за обетование Святого Духа, за то, что Ты послал в сердца наши радость Святого Духа, за то, что Ты даруешь нам переживать Твои благословения, и мы благодарим Тебя, Творец неба и земли. Мы поклоняемся Святому имени Твоему и благоговеем пред Тобою и молимся сегодня, благослови Церковь Твою, благослови весь народ Твой, помоги сегодня чтить Тебя, помоги не оскорблять Святого Духа Твоего, помоги быть чуткими голосу Духа Святого и быть внимательным к Твоим действиям, да будет имя Твое благословено, да святится, да славится имя Твое на протяжении всего этого служения. Благослови еще Слово Твое, которое будет передано в силе благодати и в Духе Святом, и да прославится Твое имя вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, все вместе будем петь псалом. Дух Святой, Ты тот, в ком я нуждаюсь. Дух Святой, Ты тот, кем я дышу. Дух Святой, Ты тот, в ком я нуждаюсь. Дух Святой, Ты тот, кем я дышу. Дух Святой, меня Ты наполняешь, и Тобою я живу. Дух Святой, ты тот, в ком я нуждаюсь. Дух Святой, ты тот, кем я дышу. Дух Святой, небесный Бог, Дух Святой, огонь и ветер. Дух Святой, ты так не дорог, ты дороже всех на свете. Дух Святой, ты тот, кем я дышу. Дух Святой, ты радуешь сердцам. Дух Святой, даешь ты вдохновенье и любовь от Отца. Дух Святой, ты тот, кем я дышу. Дух Святой, ты тот, кем я дышу. Дух Святой, небесный Бог, Дух Святой, огонь и ветер. Дух Святой, ты так не дорог, ты дороже всех на свете. Дух Святой, ты тот, кем я дышу. Дух Святой, ты тот, кем я дышу. Дух Святой, меня ты наполняешь. И тобою я живу. Дух Святой, небесный Бог, Дух Святой, огонь и ветер. Дух Святой, ты так не дорог, ты дороже всех на свете. Дух Святой, небесный Бог, Дух Святой, огонь и ветер. Дух Святой, ты так не дорог, ты дороже всех на свете. Дух Святой, небесный Бог, Дух Святой, небесный Бог, Дух Святой, огонь и ветер. Дух Святой, небесный Бог, 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 Д Сегодня день Господь наш дорогой Аллилуйя, Христу свою Христос наш Бог Единый векар Глядет на белых облаках Где не час, когда никто не ждет Но лишь его, народ Аллилуйя, Христу поет Хвала Творцу за то, что убили И в наш светильник масло он налит И пусть огонь в душе моей В душе Твоей горит Аллилуйя, Христу хвала Христос наш Бог Единый векар Глядет на белых облаках Где не час, когда никто не ждет Но лишь его, народ Аллилуйя, Христу поет Теперь на веки дети моего И с ним везде по жизни мы идем Он пути истина и жизнь О, яркий светлый день Аллилуйя, Христу поет Аллилуйя, Христу поет Аллилуйя, Христу поет Христос наш Бог Единый векар Глядет на белых облаках Где не час, когда никто не ждет Но лишь его, народ Аллилуйя, Христу поет Аллилуйя, Христу поет Иисус, уходя с земли Обещал, не оставит одних Пошлю Духа Святого в сердца Чтобы легче идти в небеса Утешитель твоей души Тайны сердца открой в тиши Он к престолу их вознесет Бог покой в твое сердце пошлет Утешитель твоей души Они сердце открой в тиши Он к престолу их вознесет Бог покой тебе пошлет Доверялся ему в тишине Когда трудно идти по земле Дух Святой не оставит Дух Святой не оставит тебя Он поддержит Он к престолу их вознесет Бог покой в тишине Бог покой тебе пошлет В тихом венью идёт Подкрепляя Божий народ Кто-то в радости, кто-то в беде Дух Святой пребывает везде Утешитель твоей души Тайный сердце открой, стеши Он к престолу их вознесёт Бог покой в твое сердце пошлёт Утешитель твоей души Тайный сердце открой, стеши Он к престолу их вознесёт Бог покой тебе пошлёт Бог покой в твое сердце пошлёт Слава Богу! Бог покой в твое сердце Слава Богу! Бог покой в твое сердце Слава Богу! Слава Богу! Воскресный день Продолжение следует... Продолжение следует... Разгромлены силы темные, и дьявол повержен во прах. Победой Христа вдохновленные, имеем мы радость в сердцах. В крови Иисуса прощение, свобода от тяжких оков. Лишней для души возрождение, лишней очищение грехов. За ночи светлую зарю, за все тебя благодарю, За то, что пролил за меня свою кровь. За все тебя благодарю и Аллилуйя вас пою Тому, кто дарит мне любовь вновь и вновь. Сияющий свет воскресенья Открыл нам в отчизну дверь. Сегодня есть время спасения, О, друг мой несчастный, поверь. Земная жизнь продолжается, но все же подходит к концу, А Божья любовь не кончается, приди же скорее к Христу. За ночи светлую зарю, за все тебя благодарю, За то, что пролил за меня свою кровь. За все тебя благодарю и Аллилуйя вас пою, Тому, кто дарит мне любовь вновь и вновь. За ночи светлую зарю, за все тебя благодарю, За то, что пролил за меня свою кровь. За все тебя благодарю и Аллилуйя вас пою, Тому, кто дарит мне любовь вновь и вновь. Тому, кто дарит мне любовь вновь и вновь. За то, что дарит мне любовь вновь и вновь. Слава Господу! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я хочу приветствовать всех, дорогие друзья, и поздравить с этим радостным праздником, который устроил для нас сам Господь, за что слава Ему. Также всех друзей наших, которые смотрят нас по телевизору, по экранам, где бы вы ни находились, в Германии, России или в других штатах, Церковь Саламита передает вам привет и поздравления. Благослови вас Господь всех! И мы сегодня вместе с вами будем радоваться этому празднику. После воскресения Иисуса Христа ученики непрестанно жили в ощущении праздника, потому что на протяжении сорока дней Иисус Христос являлся по одному, а также многим собранным. И какой это был праздник для них, какая радость была, когда сам Иисус Христос встречался с ними, говорил, наставлял. И это действительно праздник. Но прошло сорок дней, и Он расстается с учениками, и на глазах их поднимается, как бы свидетельствуя о том, что придет то время, тот час, когда Он таким же образом вернется, чтобы взять Своих на небеса, за что слава Ему. И давая наставление Своим ученикам, как бы непонятно было бы им, может быть, не все было понятно, о чем говорил Иисус Христос, когда говорил, вы примите силу, но они верили всем Его словам. И поэтому ждали с долготерпением, и, наконец, исполнилось то обещанное. Возможно, они не понимали, о какой силе говорится, или о какой силе говорил Иисус Христос. Потому что мы живем в материальном мире, и нередко мы сравниваем все с окружающим нас, с материальным миром. Возможно, кто-то из них вспоминал о силе Самсона, что вот придет сила, Бог наполнит нас силой. Возможно, кто-то думал совсем по-другому, как это будет, но никто не знал, что именно будет таким образом, как сделал Бог, за что слава Ему. Мы понимаем, что силы очень разные. И как бы то ни было, человек, он просто вынужден считаться, какая бы то ни была сила. Сила ветра, сила электрики, сила магнитного поля. Но человек вынужден считаться. И мы это с детства сталкиваемся, начиная со школьной скамейки, когда встречаем гораздо сильнее себя. Люди начинают уважать сильного. Слабый избегает, прячется от сильного. И многие сталкиваются с силой, и как бы то ни было, приходится считаться с этой силой, какая бы она ни была сила. Но здесь Иисус Христос говорит, вы примите силу. И сегодня, живя в этом мире материальном, мы видим, как люди демонстрируют свою силу. Мы видим, как это на уровне государства демонстрируется сила, накапливается сила, это мощь. И все это только для того, чтобы угнетать другого. И все это только для того, чтобы покорять кого-то. Этим бряцают, этим трясут, это показывают. И только одно имеют желание, чтобы покорять слабого. Ну, а о какой силе говорит здесь Иисус Христос? Вы примите силу. Вы помните, однажды Гедеон услышал такое приветствие. Гедеон – муж сильный. И он засомневался в этом приветствии. Вы помните? Он видел, что вокруг его были гораздо сильнее. Они чувствовали угнетение. Они чувствовали ту силу, которая их поражала, угнетала. И он засомневался в этом приветствии. Потому что, если посмотреть в материальном виде, мы увидим одну силу, которая окружает нас. Их очень много сил. Мы можем перечислять бесконечно. Но о какой силе говорил Иисус Христос? Вы примите силу. Друзья мои, конечно, если это сила, материальная сила, Мы знаем силу атома, силу водородной бомбы. Мы знаем много-много чего сил, которые страшат и устрашают. Но все эти силы, они только созданы на разрушение. Но сила Божия, она не такова. Она не разрушает. Она созидает, за что слава Ему. Мы читаем, что Дух Святой присутствовал тогда, когда созидалась эта земля, эта планета. Он написано, и Дух Божий носился над водою. Он наседал. Созидательная была работа Его. Он созидал и устроял израильский народ. Выход Его, сопровождал Его. Дух Святой участвовал в рождении Иисуса Христа. Дух Святой вел учеников, первых последователей. Дух Святой и сегодня работает в наших церквях, за что слава Ему. Дух Святой – это та сила, которая делает что-то особенное, что не может сделать другая сила, какая бы она ни была. Мои друзья здесь, в Сибири, гостили две недели у меня. И они очень много рассказывали, как Бог чудным образом там действует. И те, которые противились Богу, те, которые работали против Него, которые сейчас стыдятся своих дел, которые они делали против христианства, против всего святого, сегодня Господь разрушил эти твердины, за что слава Ему. И мы знаем, в Старом Завете Бог сошел на землю и смешал языки. Смешал языки для того, чтобы разделить и рассеять по всей земле. Но здесь, в день Пятидесятницы, тоже происходит смешание языков, но только другая цель, чтобы объединить, чтобы сплотить, чтобы народ нашел выход из этой проказы, проказы греха, лжи и обмана, за что слава Ему. Когда мы были в Израиле, буквально не так давно, осенью, и брат мой говорит, мы сейчас посетим Сионскую горницу, где Дух Пятидесятницы был исполнен на первых апостолах. И мы только подошли к этому помещению, мы услышали голос, разные голоса, на разных языках. И когда мы туда зашли, там группа молилась о крещении Духом Святым. Люди получали крещение языков. Там молились на разных языках, и на немецком, и на русском, и на испанском. Разные можно было услышать голоса, и иные языки были там. Но все это так объединяло нас. И когда мы вышли оттуда, все делились тем, что особое что-то пережили, какое-то единство, родство, близость. Все близкие были и родные, хотя были с разных городов, с разных стран. И это делает Дух Святой, за что слава Ему. Именно для этого пришел Дух Святой творить созидательную работу. И Он устрояет каждого из нас. Это самое главное. Это самое важное сегодня. Поэтому, дорогие друзья, мы очень много можем говорить о силе и о разных силах. Я коснусь одной силы, есть такая сила тока. И наши братья, многие работают электриками, и они знают, что ни в коем разе нельзя соединять негатив с позитивом. Ни в коем разе нельзя соединять минус с плюсом. И когда это делают молодые, неопытные, то горят фьюзы, и ничего не работает. Друзья мои, в духовном мире происходит что-то подобное. Никогда нельзя соединять позитивное с негативным. Для этого Христос дает правила. И эти правила, как и в таких законах, есть правила. Есть законы, которые нельзя нарушать, с которыми нужно считаться. Сегодня брат первый напомнил, где Писание очень серьезно нас предупреждает. И не угощайте Духа Святого. То есть есть правила, которыми мы можем игнорировать и нарушать то, что сегодня запрещено делать. У нас должна быть конкретная грань между положительным и отрицательным. То, что можно неверующему нельзя христианину, нельзя делать человеку, исполненному Духом Святым. Молодые иногда не подозревают, идут в какое-то общество. И просто даже если они не поучаствовали там в каких-то плохих делах, но послушали их анекдоты, их грязные дела, похождения, то после этого непременно они не смогут молиться так, как молились до этого. Поэтому, дорогие молодежь, пожалуйста, запомните, никогда не ходите туда, где нету святого, где нет чистого. Потому что Писание предупреждает и серьезно говорит, что может быть общего света с тьмою. Ничего не может быть. И всякий раз, когда мы обращаемся к какому-то негативному, к чему-то плохому, когда мы заглядываем куда не следует, то Дух Святой угасает. Угасает в наших сердцах. Это касается не только, конечно, молодых, это касается всех. Когда мы живем, мы должны быть очень внимательными. Как мы живем? Что происходит в жизни нашей? Сила Духа Святого, она была послана для того, чтобы прославлять Иисуса Христа. Первое, Он прославляет Иисуса Христа. И Писание говорит, Он прославит Меня, потому что от Моего возьмется. И действительно, христиане, которые имеют общение с Богом, они будут прославлять Господа. У них на устах прославление, хвала, благодарность. Второе, Он обличит грешника. И Писание говорит, Он пришед, обличит мир о грехе. Это Его работа. Это работа Духа Святого. И вот как сделает Дух Святой, надпомнит, подскажет. Так не сделает ни один брат, ни один сестра. И даже родители не могут сделать так, чтобы дошло до сердца. Но Дух Святой, когда Он это делает, когда мы позволяем, чтобы Он это сделал, когда мы умоляем и просим, чтобы Он это сделал с нашими детьми, с нашими родителями, может быть, с нашими друзьями, то как Он сделает, мы не в силах сделать так. Третье, Он производит возрождение. Потому что рожденное от плоти, есть плоть. Рожденное от Духа, есть Дух. И все рожденные от Духа, у них непременно заметно. То, что они рожденные от Духа. И следующее производит плот. Галатам 5, 22 мы читаем плот Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Вот именно вот это производит в наших сердцах Дух Святой. Он дает нам эту способность. Он дает нам эту прекрасную возможность. Как мы можем узнать от того, что присутствует ли в нас Дух Святой? Или духовный ли мы? Брат Дима Желноваков как-то проповедовал и говорил, что нередко задают мне вопрос, а ваша церковь духовная? А вы духовная? Я тоже такие вопросы слышал. И вот как определить духовность нашу? Или духовность каждого человека? Вот, к примеру, я хочу сказать, вот молодой парень, когда он достигает какой-то силы, и когда у него уже мышцы довольно-таки приличные, он одевает футболочку и показывает всем, что она есть, эта сила, ее видно. То вот что-то подобное происходит в жизни духовной, когда молодой человек ставит цели, и он достигает. Если он поднял 10 килограмм, 15-20 и так далее, и у него видно на лицо появление силы или присутствие силы, то духовный человек тоже может определить, если он в тот момент, когда нужно было вознегодовать, а он воздержался, если в тот момент, когда, ну, обстоятельства такие, а он не сорвался. И таким образом, когда человек видит или ставит цель достигать какой-то грани, какой-то черты, чтобы перешагнуть, и как мы читаем плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, и вот когда вот это присутствует в нашей жизни, когда мы видим, когда видеть окружающее, мы можем сказать о присутствии Духа Святого. Он дарует дары. Ну, дары он дарует всем, каждому, как хочет, и поэтому я не буду останавливаться. И самое главное, Дух Святой ведет нас к вечной жизни, за что слава Ему. Поэтому, друзья мои, пусть Господь благословит нас. Действительно, мы получили силу от Духа Святого, от Бога. И эта сила, она помогает нам в жизни нашей, в борьбе со грехом. Помогает идти по этой жизни. Потому что мы в жизни встречаем разные ситуации, вокруг нас происходят разные проблемы, но Дух Святой, Он утешает нас. И главная цель христианина, чтобы достичь жизни вечной. И поэтому благослови нас, Господь, и помоги нам, ревновать нам в наших делах, в жизни нашей. Да пошлет Дух Святой в наши сердца, жажду очищения, да исполнит Его нас, каждого силы Его, чтобы мы могли всякий раз возрастать и наполняться силой Духа Святого. Она дается не разово. Ее необходимо подкреплять, как аккумулятор заряжать. Ее необходимо подключать или иметь постоянный контакт к тому генератору, который может подпитывать нас. И когда мы перестаем молиться, когда мы перестаем читать Слово Божие, когда мы перестаем посещать собрания, естественно, сила Духа Святого угасает. И нам тогда гораздо труднее побеждать препятствия, побеждать то, что восстает. И поэтому благослови нас, Господь, укрепляйся силой Духа Святого. А Ему за все добудет слава вечная, Отец, как Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Друзья дорогие, сейчас мы будем делать материальное служение. Благослови нас всех, Господь, поучаствовать на дело Господне, для славы Господней. Поем псалом Отец и Сын, и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес, в стране земной народ Твой молится. Отец и Сын, и Дух Святой, и Дух Святой, и Дух Святой, Святая Троица, призри с небес, в стране земной, народ Твой молится. Тебе мы молимся, Отец и Сын, и Дух Святой, Тебя мы славим в этот час, Святая Троица, Ждай силы верными быть до конца, Хоть хмала сильный и среди нас, но церковь строится. Ты силу в Церкви прояви, как дни начальние, и радостью благослови, сердца печальные. Тебе мы молимся, Отец и Сын, и Дух Святой, Тебя мы славим в этот час, Святая Троица, Дай силы верными быть до конца, Хоть хмала сильный и среди нас, вновь церковь строится. Отец и Сын, и Дух Святой, Святая Троица, Пусть истина через Твой народ Дух другим откроется. Тебе мы молимся, Отец и Сын, и Дух Святой, Тебя мы славим в этот час, Святая Троица, Дай силы верными быть до конца, Хоть хмала сильный и среди нас, Вновь церковь строится. Тебе мы молимся, Отец и Сын, и Дух Святой, Тебя мы славим в этот час, Святая Троица, Дай силы верными быть до конца, Хоть малосильный и среди нас, Вновь церковь строится. Слава Господу! Пожалуйста, занимайте свои места. Мы споем псалом «Сияй, Иисус, сияй!» Николай Ииско исполнит соло и затем пение хора номер 244. Сияй, Иисус, сияй! Слава мою Отца наполни храм, Пылай, дух пылай, Зажигай огнем сердца. Струись, река, струись, И царей, народ, И благодать им вошли, Слово Господь, И да будет светло! Господь любви Твоей, Свет сияет, горит огнем среди тьмы И брака, Иисус, Свет мира сияет над нами, И сильным словом освобождает, Сияй надо мной! Сияй, Иисус, сияй! Слава мою Отца наполни храм, Пылай, дух пылай, Зажигай огнем сердца. Струись, река, струись, И залей народ, И благодать им вошли, Слово Господь, И да будет светло! Твое сиянье, Господь, Созерцаем лицом, Открытым Тебя отражаем, От славы Твоей Меняемся в славу огни, Тобой сиять мы желаем, Сияй надо мной! Сияй надо мной! Сияй, Иисус, сияй! Слава мою Отца наполни храм, Пылай, дух пылай, Зажигай огнем сердца. Струись, река, струись, Издалей народ, И благодать им вошли, Слово Господь, И да будет светло! Сияй, Иисус, сияй! Слава мою Отца наполни храм, Пылай, дух пылай, Зажигай огнем сердца. Струись, река, струись, Издалей народ, И благодать им вошли, Слово Господь, И да будет светло! Иисус, сияй! Слава Господу! Кто-то один сказал такую мысль, Что на небе Будет Три таких больших удивлений. Люди, которых мы там ожидали увидеть, Их там не будет. Второе, Тех, которых мы там не ожидали увидеть, Они там будут. И самое большое удивление, Как я попал туда. Я знаю, что бы не милость Божья, Если бы не милость Божья, То мы бы туда не попали. Если бы не ходатайство Духа Святого Перед Отцом Небесным, Нас бы там не было. Я один из тех. Слава Господу! Я один из тех, Кого ты заметил, Я один из тех, Кого ты не прошел, Я один из тех, Кто зимой и летом Твоим солнечным светом Греет душу свою. Иисус, Я один из многих, Чьи пути дороги Веду в детле. Иисус, Ты готовишь город, Нас там будет много, Я один из них, Я один из тех, Чьи грехи забыты, Я один из тех, Кого ты простил, Я один из тех, Кто был на Голгофе, Видел гроб твой пустым, Видел гроб твой пустым, Иисус, Ты воскрес! Иисус, Я один из многих, Чьи пути дороги К тебе ведут, Иисус, Ты готовишь город, Нас там будет много, Я один из них. Иисус, Я один из них. Иисус, Я один из тех, кто поет тебе песни Я один из тех, кто любит тебя Я один из тех, кто с тобой будет вместе В Царстве Небесном по веки веков Иисус, я один из многих, чьи пути дороги К тебе ведут, Иисус Нас там будет много, нас там будет много Я один из тех, кто любит тебя Я один из тех, кто любит тебя К тебе ведут, Иисус Ты готовишь город, нас там будет много Я один из тех, кто любит тебя Продолжение следует... 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 Солнце огня Нас ведет за собой Среди ночи и дня Солнце огня Мы прославим Господа, что у нас такой Могучий столб огня Аллилуйя! Мы благодарны Тебе, милосердный Господь, за эту Могущественную силу Духа Святого Которую Ты послал, Господь, на Церковь Твою, которую Ты Послал, Господь, эту силу Каждое сердце В сердце дитяти Твоего, христианина Аллилуйя! Аллилуйя! Как приятно сознавать, Господь, что мы по такой могучей охраной Мы по такой опекой находимся И с нам ничего не страшно Потому что Ты Своей могущественную Силою, десницею правды Твоей, благости и милости Ведешь Твою церковь И, конечно же, Ты завершишь Твое начатое в нас Дело. Аллилуйя! Будь прославен За все наш Бог во веки Аминь! Пожалуйста, садитесь, друзья мои Я Вас тоже поздравляю С таким хорошим Таким торжественным Нашим Христианским Праздником Праздником сошествия Духа Святого на эту землю Иисус Христос говорил еще Когда был с учениками Я умолю Отца И Он Вам пошлет Другого утешителя Вам лучше будет Нежели вот Мое земное присутствие с Вами Вам будет от этого только лучше Вы знаете, друзья, если Христу пришлось даже умолять Отца Не пришлось умолять Отца, чтобы Он Сам Сына Своего послал Не пришлось умолять Отца, чтобы Он посылал пророков Чтобы Он какие-то другие проявлял заботы о людях Но в данном случае написано Я умоль... Сам Иисус Христос будет Не Вы будете умолять У Вас это не получится Слишком большая ценность Чтобы Отец ответил на молитвы людей Поэтому только Его Сын Может это сделать И Вы знаете Десять дней Он умолял Десять дней умолял Небесного Отца И Отец Небесный Послал Вы можете себе только представить Как это важно Как это ценно Как это необходимо Ну, конечно, друзья, мы можем многое говорить И должны говорить о Духе Святом Об этой чудесной Личности Которая любит Которая может и обижаться, оскорбляться может Которая может иметь свободу И может иметь притеснение с нашей стороны Вот Мы можем говорить о действии Духа Святого Что Он делает И мы будем сегодня об этом говорить Но я заметил одну интересную деталь Одно такое слово Которое постоянно встречается Там, где речь идет О проявлении Святого Духа Вот там, где говорится Что Дух Святой проявил себя Но сначала там есть такая вставочка Что делали люди Вот что от них Ведь от нас что-то требуется Для того, чтобы открыть дорогу действиям Бога И вот я не сказал Не скажу, что это единственное Но это одно из очень существенных Потому что оно Я у себя даже это выписал Вот помните Сегодня уже читалось Что они были Что? Единодушно вместе Они были единодушно вместе И тогда вот началось Вот первая глава Они единодушно пребывали в молитве В первой главе Деяния апостолов Вы знаете, они ожидали Они ожидали, чтобы исполнилось Вот то, что Христос им обещал Для ожидания тоже должно быть единодушие Потому что если один молится А другой ждет, когда это закончится Эта молитва Если один мечтает и жаждет Обновления Жаждет исполнения Духом Святым Жаждет действия Господни в Церкви А другому абсолютно в этом нет Как говорится, никакой заинтересованности Или так, постольку-поскольку То это не единодушие Единодушие – это когда все вместе Когда все захвачены этой идеей Этой мыслью Чтобы обновиться, например Чтобы пробудиться Вот они были единодушны в молитве Ожидания Прошло немного времени Вторая глава Были единодушно вместе И сходит Дух Святой Происходит удивительное явление Писание говорит о том, что явились им Во-первых, комната наполнилась шумом Как бы от несущегося сильного ветра А потом эти разделяющие языки А потом это наречия Вот языки, которые понимают другие Вторая глава тут же Единодушно пребывали в храме И результат, помните, какой? И Господь прилагал ежедневно спасаемых к церкви И Господь ежедневно прилагал спасаемых Но стоит единодушие Я специально это прочитал и выписал Четвертая глава Единодушно возвысили голос свой Помните, что произошло? И поколебалось место, где они находились Аллилуйя, слава нашему Господу Пятая глава Единодушно пребывали в притворе Соломоновым Результат И тень проходящего Петра Исцеляла больных Вот единодушие Мы другой раз думаем Это там без нас как-то обойдется Как-то мы договоримся, не договоримся Главное, вот мы Друзья мои Бог ценит единодушие в своем народе Хотим мы это признавать или нет В Римлянам 15.5 написано Что Бог же терпения и утешения Да дарует вам Быть в единомыслии между собою По учению Иисуса Христа Дабы вы, заметьте Единодушно Едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа Вы знаете, друзья, что мы не всегда Таким мелочам придаем значение Нам кажется, ну это же не самое Есть вещи серьезные Ну серьезные мы не можем делать Просто у нас, ну мы не можем создавать Шум как отнесущегося Хотя, может быть, шум и можем какой-то создать Но вот эти явления, чудеса, исцеление Действия Бога, возрождение душ для Бога Это не наша компетенция А вот то, что от нас требуется Вот как раз, как раз это надо делать А нужно единодушными быть А как быть единодушными? Мы такие разные У нас такие вкусы разные Один такой цвет воспринимает Другой, другой А нам вот такое пение нравится Вкусы к еде у нас К погоде разные отношения К проповедникам у нас разные отношения Здесь говорится, как быть единодушными Единодушными Смотрите, как говорится Посему принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию Друзья, мы не раз говорим об этом Но вы подумайте об этом Подумайте об этом Как Христос нас принял? Ну, какие Он нам ставил условия? Значит, иди Сделай себя совершенным Оставь все твои недостатки Все твои пороки Все твои грехи Все-все-все-все долги И тогда приходи, я тебя приму Ну, Он же принял нас такими, как мы С нашими пороками С нашими грехами С нашими привязанностями Кто-то к алкоголю Кто-то, может, еще к каким-то грекам Все это Ну, пришли Господу Господи Как блудный сын Вот у меня все, что есть Вот эти рубища И этот запах навоза свиного Вот все, что у меня есть Имения нет Ничего нет Ничего не осталось Что мне делать? Вот только Отец обнимает Отец целует Отец говорит Давайте бегом переодевать Вот такая божественная любовь Слава нашему Вот так принимайте друг друга таким Как это в себе вот это развить? Как это в себе вот это? Конечно, нужно молиться, друзья Не получается Потому что Ну, сильно же у нас требования к другим большие К себе-то как-то оно пройдет Другому большие требования Но нужно во всяком случае это понять Сердцем это усвоить И стать на эту дорогу На эту дорогу Потому что это требование самого Господа Иисуса Христа Единодушие мы уставили Спасибо, принимайте, как Иисус принес во славу Единодушие, друзья мои Это как раз то, что необходимо для святых Чтобы стать им одним телом Мы говорим, что мы одним духом Крещены в одно тело и все прочее Но наша-то сторона где? Наша Потому что без единодушия Когда разномыслие Когда один то, другое другое Когда доказывает каждый чему-то Ну, это не организм Это не организм тела Это не тело Тело, когда действительно Одни члены повинуются одному центру Когда все происходит В гармоничном такой последовании Все в порядке И По единомусти Учение нашего Господа Иисуса Дабы были единодушно Едиными устами Славили Господа, Бога нашего Иисуса Христа Хорошо Ну, мне хотелось бы, друзья Сегодня поговорить Уже продолжить тему братьев моих Это первое так вступление Единодушие Это очень важно Настроимся единодушно Послушать Служить Господу Чтобы это один из шагов Вот Который открывает Возможность для Духа Святого Действовать в своей Церкви Вот Единодушие Это важно Ну, мы сейчас поговорим о Троице Вы знаете, выражая Когда мы исследуем этот вопрос То просматриваем Три таких Явно выраженные Истины Стержня Столба Деония 2.37 Когда апостолы Уже были исполнены Духа Святого Когда они их сошел Дух Святой Петр возвысил голос Сказал проповедь людям Которые сбежались Посмотреть на это событие И написано, что 2.37 Услышав это Проповедь Петра Они умилились сердцем И сказали Петру И прочим апостолам Что нам делать Мужи-братья Что нам делать Мужи-братья Вы знаете, друзья Что вообще-то Жизнь наша Заполнена вопросами Вопросы Начинаются С маленького Вот такого возраста Как только Маленький человечек Ребеночек Начинает Говорить Он начинает Задавать вопросы Этих вопросов У него тьма Но дело в том Что вопросы Задаются всю жизнь Только меняется Меняется характер Вопрос Боль Интересуется Все И мы видим Сегодня, друзья Как говорится Человечество В вопросах Как разбогатеть Как прославиться Как жить так Чтобы долго прожить Как поправить Своё здоровье Как стать красивым Как стать Знаменитым И так дальше И конца этому нет И конца этому нет Но существует Два вопроса И вот из того Что я прочитал Существует Два вопроса Которые в общем-то Нужно человеку Задавать Задаться Этими вопросами Каждому человеку Потому что Ничего По сравнению С этими вопросами Не имеет значения Кроме этих Двух вопросов Я думаю Что вы знаете Что эти за вопросы Я уже их прочитал Ну Один из вопросов Друзья Который звучал раньше Это Сам Христос Задал За кого Почитаете Меня Это вопрос Номер один За кого Я Почитаю Иисуса Из Назарета Потому что Люди Когда Ученики Ответили ему Что люди Разное Почитают Кто-то Почитает Что это Один из пророков Кто-то считает Что это Ну Сын Иосифа Вот Еще там Кто-то Кто-то Почитал его Вообще За Обманщика За Какого-то Мошенника Вот Но Есть только Один ответ И этот ответ Дал сам Бог Помните Как он ответил На этот вопрос Это Сын Мой Возлюбленный В котором Мое Благоволение Это первый вопрос Кто для меня Христос Это Первый вопрос На который Нужно дать Четкий ответ Кто он для меня Обманщик Злодей Вот Незаконорожденный Сын Марии Кто он для меня До сегодняшнего дня Многие считают Что он С этой категории Но кто он для меня Вы знаете Что многие христиане Называя его Своим Спасителем И Господом Таковым На самом деле Его не Не признают Потому что Господь Это значит Хозяин Это значит Распорядитель Это управитель Моей жизни Это мой Господин Я практически Его раб Так вот И вот такое Отношение Должно быть Если его нет Тогда что-то С моим христианством Не в порядке И второй вопрос Это то Что задали Эти люди Которые слушали Проповедь Пламенную Как раз Первая проповедь Человека Исполненного Духом Святым Они задали вопрос Что нам делать Чтобы спастись Что нам делать Это как раз Друзья мои То в чем Нуждается человек Правильное отношение С Богом Что Когда он узнал Что он натворил Тогда Начинается Искание Выхода С этого положения Выхода У них был такой Писание говорит Я прошлое воскресенье Позапрошлое говорил Об этом Что И они умилились Сердцем И в нашем языке Вот это слово Умилились В оригинале Там стоит Что они были Пронзены Острой Жгучей болью Что мы натворили Что мы распяли Господа Не просто так Умилились Так Нежность такая Умиление Слеза умиления Это было Потрясение души До самой ее глубины Что мы натворили Потому что Уже сегодня говорилось Дух Святой придя Что он делает Первое что он делает Он обличит Обличение Вы знаете друзья мои Что слова Евангелия А слова Евангелия Это слова Бога Вообще-то Просто Мир тоже читает Евангелие Атеисты его читают Но Не каждого Пронзает Вот эта Жгучая боль Сердце Что произошло На самом деле И что я должен делать Но когда Эти слова Евангелия Дух Святой Облекает Своей силой То человек Человек Человеческое сердце Тогда пронзается Потому что Главная цель Евангелия Вот Это Сила Пронзающая Сердце Это такая Горькая Пилюля Если кто-то Думает Потому что Евангелие Это на самом деле Благая весть Добрая весть Но мои дорогие Друзья Когда врач Делает заключение Смертельно больному Человеку И говорит Что ты Твоя болезнь Смертельная Ты умрешь От рака Но вот тебе Вот это лекарство Вот эта таблетка Которую ты должен Выпить Она может быть Эта таблетка Очень горькая Но в ней Будет спасение От твоей болезни В этом лекарстве Так вот Евангелие Имеет именно Вот такое Назначение Или как бы сказать Вот так Так она работает Оно горькое Это весть горькая Потому что Она говорит о том Что ты Грешник Она говорит о том Что ты виновен В смерти Моего сына Господь говорит Иисуса Христа Это благодаря Твоему греху Он умирал на Голгофе Это благодаря Твоему греху Это твой грех Пролил кровь Моего сына Слава нашему Господу за это Но принятие Этой жертвы Это твое Спасение Это твое Будущее Прекрасное Славное Будущее Я не стыжусь Апостол Павел Говорит к олимпианам Кремлянам То есть один Ибо я не стыжусь Благовествования Крестова Потому что Оно есть Сила Божия Для спасения Ко спасению Всякому Верующему Никакие Человеческие методы Не могут сделать То что делает Евангелие И друзья мои Иногда Люди прибегают К различным Методом Какие-то Шоу Я уже говорю Даже в среде Верующих людей Ну как-то Вот чтобы Сохранить Вот чтобы люди Не разбегались Чтобы молодежь Оставалась Давайте как-то Их развлекать Будем Вот И уже Ему хочется Эти слова Исполнять Итак Первое Что Что есть С чего Начинает Работу Дух Святой Это Собличение Второе Друзья мои К чему ведет Дух Святой Это К покаянию Что такое Покаяние Это перемена Мышления А перемена Мышления Приводит К перемене Действия Значит Я хочу уточнить Что перемена В отношении Того Кого Мы Распяли Кого Вы Распяли Сказал апостол Петр Значит Он был Таким-то Вы так К нему Относились Вы его Предали Как злодея Но теперь Он Господь И царь Он Бог И вы Его распяли И вот Эта мысль Или эта Истина Пронзает Сердце Человек Что теперь Мне делать И конечно Что делать Покайтесь Говорит Слово Божие Покайтесь Говорит Писание Что такое Покаяние Друзья Истинное Покаяние Это Покаяние Это Неотъемлемая Часть Спасения Кто-то из братьев Говорил Вот И я повторюсь И буду постоянно Об этом говорить И вы это знаете Это Это не однажды Совершенное Действо Вот Это процесс Который Сопровождает Человека Оно Сопровождает Человека Всегда Потому что Писание Говорит Мы всегда Много Согрешаем Мы много Согрешаем Дети Мои Я пишу Вам Иоанн Говорит Чтобы вы Не грешили Не согрешали Но если бы Кто и согрешил То мы Имеем Иисуса Христа Праведника А вот За это Слава Слава Господу Друзья Друзья Действительно Покаяние Включает Исповедание Грехов Признание Грехов Писание Говорит Об этом Оно Включает Но оно Не ограничивается Не только Вот в этом Оно Заключено Оно Это гораздо Больше Чем признать Свой грех Вы знаете Сколько Мирских Людей Признают Что они Неправы Это Ничего Не дают Иуда Тоже признал Что он Придал Кров Невинную Но это Ему Не помогло Это Больше Покаяние Больше Чем признание Грехов Это Больше Даже Чем Сожаление Греха Я Наблюдал Наблюдал Такие Картины В своей жизни Когда люди Попадались На чем-то Иногда Их показывают В новостях Могут Показывать Их Людей Проворовался Попался Теперь Его судят Вы знаете Как он Плачет Как он Кается Как он Обещает Что никогда Больше Все Первый Последний Раз Но На самом Деле Это Слезы Не покаяния Это Слезы Сожаления О том Что попался И В следующий Раз Он Будет Делать Намного Осторожнее Чтобы Уже Его Не заметили И Чтобы Он Уже Не Попался Вы знаете Что Некоторые Христиане Некоторые Люди Относятся Верующие Именно так К покаянию Перед Богом Обнаружилось В церкви Не буду Больше Потому Что Объявят Позор Перед родственниками Перед друзьями Я встречал Также Истинное Покаяние У людей Которым Когда Беседуешь С ними И они Говорят Мне все равно Что вы Что вы Предпримете Если вы Объявите Это в церкви Огласите Это На любое Наказание Мне все равно Я хочу Отношение С Богом Иметь Вот За такое Покаяние Хочется сказать Слава тебе Господь Благослови Людей Этих Это Больше Чем Позор От вскрытия Греха Потому Что Некоторые Действительно Боятся Что Вскроется Это Как Людям В глаза Смотреть Ну да Оно Безусловно Стыдно Не скажешь Что человек Этот Вообще Никак Не реагирует Который Истинно Кается Перед Богом Но Ему Уже Становится Как-то Это Незначительная Деталь Потому Что Ему Самое Главное Помните Как Давид Сказал Но Я Плачу Потому Что Вижу Дух Святой Уходит От Меня Мне Вот Это Самое Главное У меня Отношения С Богом Испортились Какая Разница Как На Меня Будут Смотреть Люди Что Там Я Не Такой Опозоренный Прочее Дух Святой Уходит От Меня Это Очень Важно Это Больше Покаяние Больше Чем Бесконечные Выходы Наперед Мы Знаем Друзья Ну Как У нас Меньше В церкви Ну Практику Ну Выходите И одни Те же Люди Они Постоянно Выходят Им Кажется Что Что Если Вот Сам Выход А еще Проповедники Это Обязательно Как-то Мусируют Это Иногда Бывает На Это Сделают Упор Ты Выйдешь Ты Проявишь Героизм И он Выходит Не как Жалкий Грешник Который Нуждается А как Герой Я Выхожу Мне Не стыдно Я Настоящее Совершаю Покаяние Покаяние Это Не выход Наперед Это Перемена Мыслей Это Перемена Сердца Это Перемена Жизни В конце Концов Ну Если Вышел Чтобы Помолились Это Тоже Хорошо Но Вышел Наперед Это Не Покаяние Покаяние Совершается Везде Да Оно Может И здесь Совершиться Но Оно Может Совершаться И там На Лавочке Оно Может Совершаться За рулем Автомобиля Оно Может Совершаться Когда Ты В пути В труде Вот Дома За закрытыми Дверями Покаяние Это Потрясение Души До Глубины С признанием Того Что Делать Господи Помилуй Меня Грешно Не Смел Поднять Помните Глаза На Небо Это Абсолютное Изменение Жизни И Это Конечно Переоценка Ценностей То Что Было То Что Важно И Ценно Богу Становится Очень Важным И Ценным Для Человека Конечно Друзья Мои Мы Понимаем Что Покаяние Человек Сам Не Совершает Не Может Он Это Сделать Это Происходит Только Через Духа Святой Я Так Благодарен Богу За Эту Личность Вы Знаете Друзья Самые Ценные Вещи Даже В нашей Жизни Вы Понимаете Что Они Вот Смотрите Хлеб Очень Ценный Но Мы Ему Можем Видеть И Мы Можем Жить Без Него Месяц Без Еды Вода Очень Ценная Мы Можем Жить Без Нее Не Знают Там Говорят Десять Дней Или Сколько Воздух Не Видим И Иисус Христос Сравнивает Дух Святой С Движением Воздуха Ветер Или Дух Дышит Где Хочет В другом В дословном Переводе Ветер Ветер Веет Где Хочет И Так Рожденный От Духа Он Не Может Видеть Этой Силы Потому Что Она Невидимая Но Проживите Без Воздуха Без Ветра Без Этого Дыхания Движения Ну Проживите Сколько Минута Две Пять Максимум И Все Без Духа Святого Самое Ценное Но Оказывается Каким Невидимым Но Действие Его Его Влияние Его Ценность Невозможно Измерить Никакими Деньгами Никакими Другими Ценными Вещами На Земле Самое Ценное Но Невидимое Поэтому Очень важно Друзья Мои Дорогие Очень Важно Осознавать Это Что Покаяние Приходит От Духа Святого Что Это Работа Бога И Как Только Кто-то Испытывает Своё Сердце Вот Эту Тоску По Боге Вот Это Желание Помолиться Признать Точас Отвечайте На Это Не Делайте Потому Что Некоторые Вы Знаете Ну Думаю Ну Как График Для Да Я Ой Надо Бы Ну Сделаю Это Завтра Сделаю Ты Завтра Этого Не Сделаешь Это Не От Тебя Пришло Это Пришло От Духа Святого Послушайся Прислушайся К этому Движению И Точас Когда Это Происходит Уже Даже Если Сейчас Вот В это Мгновение Ты Слышишь Вот Это Движение Духа Святого Что Жизнь Не Такая Никудышная Возови Внутри Себя В сердце Своем Боже Помилуй Меня Господи Прости Меня Бог Под Наши Графики Не Подстраивается Это Очень Опасно Когда Я Начинаю Для Господа Какие-то Делать Свои Графики Время Очень Быстро Идет Друзья Значит Итак Первое Это Обличение Второе Покаяние И Третье Пребывание Написано И они Постоянно Пребывали В учении Апостолов В общении Преломлении Хлеба И Молитвах Учение Апостолов Слово Божие Но не Можем Мы Возрастать Духовно Не Может Дух Святой Действует Если Мы Пренебрегаем Словом Божьим Если Мы Его Не Читаем Молитвенно Дома Это Должно Быть Пищей Нашей Размышлением Нашим Это Дух Святой Так Много Действует Через Когда Мы Погружаемся В размышления Слове Божьим Чтение Слова Божьей Это Очень Важно Они Пребывали В Слово Писания Учения Апостолов Второе Они Пребывали В Общении Не Просто Вместе Это Отношение Вы Помните Друзья Мои Христос Сказал Вы Не Отлучайтесь От Иерусалима Ждите Обещанно И Они Единодушно Пребывали В Храме Не Ну Вы Вздумайтесь В Это Слова Они Пребывали В Иерусалиме В Храме Что Из Себя Представлял В то Время Иерусалим И Храм Куда Они Постоянно Ходили Что Из Себя Представлял Это Это Религиозная Какая-то Оболочка Да Там Говорилось О Боге Там Что-то Напоминало Но Это Было Такое Он Не Был В том Должном Состоянии Правильном Положении Духовном В каком Он должен был быть Но Господь Ничего Не Говорит Об этом Выходите Быстренько Быстренько Оттуда Я Не Могу Там Действовать Нет Вы Пребывайте Пребывайте В этом Богу Не Помешало Когда Они Там Единедушно Пребывали В Иерусалиме Ждали Иерусалиме Не Отлучались От Него В этом Городе Который Распил Господа Иисуса Христа Но Вы Там Пребывайте Потому Что Бывайте Там И Состояние Города Иерусалима И Того же Храма Совершенно Не Помешало Господу Исполнить Своё Обетование Исполнить Их Духом Святым Вы Знаете Как печально Другой раз Приходится Слышать Что Вот В церковь Я не говорю Уже Иерусалим Я не говорю О Иудаизме Который Вообще Не признаёт Мессию Господа Иисуса Христа Которого Которого Мы веруем Которого Молимся Но я ещё раз Хочу сказать И Богу Не помешало Там Исполнить Своё Обетование Церковь Любая Наша Любая Другая Где люди Преклоняются Перед Иисусом Христом Благодарят Отца Небесного За Сына Его Господа И Спасителя Где Поются Песни О Его Жертве Проповедуются О Его Пролитой Крови О Духе Святом Короче Где Звучат Истинные Слова И вдруг Находятся Вот И то не так И это не так Не может Господь действовать Не может Господь Да Может Помните В Откровении Есть Описана Одна Церковь И Значит Господь Говорит О ней Что она Мертва Что она Отступила Но говорит Ну там Есть Несколько Человек Которых У тебя Там У тебя Там Несколько Человек Которые Не оскверили Одеж Своих Они Будут Ходить Передо Мною В белых Одеждах Они Достоин Я думаю Иногда Об этих Нескольких Людах Чего Они Не вышли С этой Мертвой Церкви Почему Они Там Продолжали Оставаться Да Потому И Продолжали Оставаться Что Чем Больше Ты видишь Тем больше Ты нужен Там Как Светильник Если Ты Себя Таким Считаешь Зачем Светильник Там Где Зачем Свеча Там Где Ясное Солнце Светит Свеча Нужна Там Где Тьма Ты Думаешь Здесь Тьма Тогда Свети Тогда Сияй Тогда Оставайся Тогда Молись Ты Может Быть Еще Несколько И Тогда Как Апостолы Это Делали Господь Совершает Такое Потрясение Такое Чудо Общение И Хлебопреломление Источник Жизни Творите Мое Воспоминание Я благодарен Господу За это Служение Очень Важное И Я уже Заканчиваю Друзья Хочется Прочитать Последнее Место Писания Итак Братья Имея Дерзновение Входить Во святилище Посредством Крови Иисуса Христа Путем Новым И живым Который Он Внов Открыл Нам Через Завесу То есть Плоть Свою И Имея Священника Великого Над Домом Божиим Да Приступаем С искренним Сердцем С полною Верою Краплением Очистив Сердца От порочной Совести И омым Тело Водою Чистою Будем Держаться Исповедание Упование Неуклонно Ибо Верен Обещавший Будем Внимать Это Простые Слова Рекомендации Будем Внимательны Друг Ко Поощряя К любви И добрым Делам Не будем Оставлять Собрание Своего Как есть У некоторых Обычай Но будем Увещевать Друг друга Тем более Усматривайте Приближение Дня Оного Ибо Если Мы Получив Познание Истинный Произвольный Греши Вы знаете Мы Ищем К чему Это он Сказал Обычно Произвольный И как-то В отрыве От этого Контекста Мы Ищем Какие-то Серьезные Преступления Которые Эти люди Совершили У которых Которым Прощения Не будет А ведь Еще раз Хочу Возвратиться Нам Не надо Творить Серьезных Вещей Серьезные Вещи Сложные Вещи Это Богу Принадлежат А нам Принадлежат Маленькие Это те Которые Должны Быть Единодушными Это То Что Должны Быть Внимательны Друг Ко Другу Поощрять Любви И Добрым Делам Не Оставлять Собрание Своего Как Есть У Некоторых Обычай Они Только Утром Вечером Это Уже Их Нет И Это Уже Обычай И Человек Именно С Таким Уже Уклоном Он Не Может Себя Заставить Перебороть Это Конечно Есть Какие Объяснения Да Что Там Они Что Я Там Услышу Да Что Там Такое Дай Без Этого Обойтись Друзья Мои Это Зависимость От которой Человек Не Может Освободиться Вольно Грешит Вы Понимаете Почему Он В связи С собранием Это Сказал Мы Не Можем Это Связать Одно С Другим Мы Это Отсылаем Это Там Страх Ухлу На Духа Святого Еще На Что Но Почему Он Сказал Это В связи Вот С этими Будьте Внимательны Будем Держаться Исповедания Значит Будем Поощрять Друг Друга К Любви Не Будем Оставлять Собрание Ибо Если Мы Получили Познание Истины Произвольно Грешим То Нам Беда Друзья Мои Наш Господь Достоин Того Чтобы Мы Благоговели Перед Ним Наш Господь Послал Духа Святого Чтобы Нам Помочь В нашей Жизни Совершить Вот Это Земное Странствование И Мы Сейчас Будем Молиться Если Что-то У кого-то Шевельнулось И он Заметил Ну Не Так Тут Же Покаемся Это Просто Делается Это Делается Вот Там Где Вы Находитесь В Искренной Молитве Перед Богом Если У Кого-то Все Нормально Прославите Господа И Будем Нуждаться В еще Больше Силе Чтоб Господь Действовал И У меня Такая Просьба Мы Сейчас Помолимся Встанем И Брат Павлик Общим пением Спеть После этого Пустыней Знойной И Бесплодной Иду я Узкой Тропой Там От Духа Святого Его водительства Там Очень хорошие слова Я хотел бы Чтобы мы Ну Очень Обратили на них Внимание Сейчас Давайте Помолимся Прославим Нашего Господа Аминь Аллилуйя Аллилуйя Ты достойна Аллилуйя 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 Творец Миров И Владыка Владыка Господи Мы Благоговеем Перед Тобою Склоняем Сердце Свое Мы Благодарим Тебя Господь За Сына Твоего Спасителя Нашего И Мы Благодарим Тебя За Духа Святого Который В таких Сложных Условиях В нашем Сердце Другой Раз Таком Строптивом Таком Непокорном Тебе Упрямым Совершает Работу Божью Работу Ведет Нас В землю Правды В землю Благословений Твои Господь Туда Где обитает Где обитаешь Ты Я благодарю Тебя Мой Господь За это Странствие Которое Которое Как Дух Святой Как мы Сегодня Слышали В виде Этого Прекрасного Мощного Огня Столба Огненного Сопровождает Нас Господь В духовном Плане Мы Не видим Господи Это Плотскими Глазами Но если бы Не работа Духа Святого Его Невидимая Работа Но такая Эффективная Кто бы Из нас Устоял На этом Пути Господи Мы бы Давно Ушли А может И никогда Не пришли К Тебе Но благодаря Работе Духа Святого Мы Твои Дети Мы Возрождены Господь Слава Тебе Слава Тебе Господь Слава Тебе Я так Благодарен Тебе Господь Дорогой Что Ты Многие Годы Меня Лично Господи Сколько Раз Я ослабевал Сколько Раз Мне казалось Что Все Уже Ты подымал Снова И снова Ты вдохновлял Господь Давал Твою силу Давал Твое Ободрение И я знаю Что это Ты с тысячами Миллионами Твоих Детей Проводишь Ту же самую Работу И мы Видим Господь Результат Того Что Господи От юности И до седины Господь Я вижу Этих Сотни Твоих И тысячи Твоих Спасенных Дорогих Душ Это Твоя Работа Это Твое Действие О Дух Святой Слава Тебе Господь За Дух Святой Аллилуйя Хвала Тебе Хвала Тебе Мой Добрый Пастор И за это Служение Благодарю Тебе Веди Нас Дальше Господь Дай нам Не мешать Духу Святому Не оскорблять Его Господи Чтобы он Мог Действовать В нас И когда Он Обличает Нас Чтобы нам Господи Слышать Это Обличение Чтобы нам Каяться Когда Ты Даешь Покаяние Чтобы нам Тут же Этим Пользоваться Милосердный Господь И конечно же Пребывать В общении С Тобою Пребывать В общении С братьями С сестрами Нашими Помня То Что это Заповедь Твоя Не оставлять Собрание Как Господи Иногда Так бывает Хочется Это сделать Храни Нас Твоих Могучих Руках И будь Прославен За все Наш Бог Отныне И вовеки Аминь Сущий На небеса Да святится Имя Твое Да Придет Царствие Твое Да Будет Воля Твоя И на земле Как на небе Хлеб Наш Насущный Подавай Нам На каждый День И Прости Нам Долги Наш Как И мы Прощаем Должника Наш И не Уведи Нас Во Искушение Но Избави Нас Лукаво Ибо Твое Из Царства Сила Слава Во Веки Аминь Споем Пустыни Знойной И бесплодной Уйду я Узкою Тропой Уведи 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 Пусть ты нестойною, бесплодную, Иду я узкою тропой. Пусть близко, близко моя Родина Меня проводит, ну, святой. Пусть близко, близко моя Родина Меня проводит, ну, святой. И если солнце в горе скроется, И день и ночь покроет тьмой, Вокруг всем твой густой покроется, Меня проводит, ну, святой. Вокруг всем твой густой покроется, Меня проводит, ну, святой. Когда враги толпою грозною Меня кружат в кости новой, В лицо мне смерть такнет угрозою Победу даст не дух святой. Когда пути к небесной Родине Родным я стану, как чужой. И если все друзья изменят мне, Со мной пребудет дух святой. И если все друзья изменят мне, Со мной пребудет дух святой. Тогда же все, что здесь имею я, Обнимет смерть своей рукой. На свете тело станет пленье, Со мной пребудет дух святой. Пожалуйста, занимайтесь. Итак, дорогие друзья, слава Господу, что есть тот, который может утешить, который может дать нам совет, добрый, хороший совет, что есть тот, который может провести нас до самого последнего дыхания в нашей жизни. И это очень и очень важно, потому что на этой земле мы встречаем очень много всяких препятствий, ситуаций, в которых иногда, ну, доля секунды решает всю нашу жизнь. Я помню, однажды мы с друзьями поплыли по океану, как будто лодка большая такая, вместительная и большая, и выходили в открытый океан, был отлив, и нас, ну, ситуация очень опасная. И нас так наклонило, и здесь во все, во все, сколько нас там было, как закричали, Господи, спаси нас! И я не знаю, как мы вырулили, но когда выплыли уже в открытый океан, то уже говорили, ну, ситуация была крайняя. То есть, одна доля секунды решала всю суть нашу, потому что там были с обеих сторон скалы, и только один Бог мог спасти и помиловать нас. И таких ситуаций на дороге, в транспорте, ну, тысячи случается. И кажется, доля секунды решает все. Но когда мы взываем к Господу, и мы говорим «Господи!» Одно только слово успеваем сказать, и Господь выходит навстречу. Слава Ему за это! Я думаю, вот эти нужды, которые сейчас будем молиться, благодарности мы принесем нашему Господу. Может быть, у нас не так уж много времени, но то время, которое мы отдаем для этого, но его достаточно для того, чтобы соединиться с нашим отцом и сказать ему те слова благодарности или нашего прошения. Уважаемые родители, приглашаем всех на семинар, который состоится завтра, 9 июня, в нашей церкви в 7 часов вечера. Тема семинара «Государственные службы по контролю за соблюдением прав ребенка». Те, кто хочет знать, как бывают ситуации, когда забирают детей, что нужно делать, будет человек, который знает ответы на все вопросы. Пожалуйста, приходите, все это будет объяснено. Проходят молитвы за духовное крещение по средам. У нас закончились подростковые спевки, каникулы, как бы детские спевки. У нас есть время и возможность, поэтому, пожалуйста, приходите. Еще одно объявление. Дежурные просят, и, конечно, все, кто переживает за состояние нашей церкви. Пожалуйста, не кормить детей в зале. И второе, не давать детям на парковке машины ехать. Потому что ситуация бывает очень сложная. У меня даже пару раз было такое. Один ребенок, ну, 12, 13, 14 лет, я не знаю. Я выезжал из церкви, а он захотелось ему проехать вокруг церкви. Обычно у нас все люди выезжают с этой стороны, кто едет, выезжают на улицу, а он поехал прямо. И ситуация просто, потому что я еще не начал ехать, и просто остановился, Бог помог среагировать на это. Поэтому у детей совсем другая ситуация, когда ребенок сидит за рулем. Он не отвечает и не может сообразить, насколько нужно и как поступить. Поэтому, пожалуйста, не давайте своим детям садиться за руль. Дорогая церковь, благодарим за молитвы, за нашу маму. Молились за нее, за ее возможность посетить нас здесь, в Америке. И Господь позволил ей приехать и быть на служении. Слава Богу, Оксана и Джошуа. Слава Господу, мы благодарим Бога за то, что Он дал эту возможность, чтобы вы могли посетить своих родных и быть, конечно, в служении. Дорогое собрание, помолитесь очень серьезно, как за своих родных. Пришли военные в церковь, положили на пол, выбрали двоих сыновей пастора, еще одного служителя и моего зятя Величко. У него где 8 детей, дьякона церкви. Ввели в подвал, там где сидел пастор Алекс Алексеевич из другой церкви. Так хочется просить, чтобы Господь проявил милость. У меня четверо детей в Славянске. Конечно, будем молиться. Здесь еще одна есть записка, тут похожая на это. Дорогая церковь, просим поддержать молитвы, чтобы Господь вступился за город Славянск, остановил войну и дал свой мир в сердца людей. Дорогая церковь, поддержите нас в молитве о нашей работе. Он владыка всех начальствующих, для того, чтобы продлили контракт. Конечно же, будем молиться. Помолитесь за моего зятя, у него серьезная болезнь, чтобы Господь явил свою милость. Помолиться за сестру, она нуждается в Божьей милости, чтобы Господь оградил и дал здоровье. А также сестра Зиля, она при смерти находится, больна раком, просят помолиться за нее. А также помолитесь за сына, чтобы Господь дал им покаяние. За детей, чтобы Господь послал им желание ходить в церковь и дал им покаяние за освобождение, за покаяние и за благополучный перелет, и за покаяние. Вот такие нужды, такие просьбы у нас сегодня есть. Мы желаем, чтобы церковь помолилась и благословила нашего ребенка. Вы приготовьтесь пару минут еще, подождите. Ну и, как всегда, в нашей церкви весна, лето, люди женятся, выходят замуж. И вчера было обручением. Я приглашаю невесту Пиония Леонтьюк. Ну, иногда в семьях бывает год одна свадьба, но в этой семье уже вторая свадьба. Даниил Агашков. У нас также присутствуют родители Пионии. Это Анатолий и Лариса. Пожалуйста, где вы есть? Встаньте. Мы хотим увидеть вас. О, они на заднем плане. И также Валя и Ваня. Где-то тоже сзади. О, спасибо вам. Пожалуйста, садитесь, что вырастили хороших детей. И я думаю, через время у них будет свадьба. Ну, Даниил, да? Как ты, готов уже, чтобы создать семью? Ну, а как ты думаешь, мы всегда задаем вопрос, что самое важное для того, чтобы создать семью? Что нужно сделать? Как ты думаешь? Любить Бога и любить жену? Ну, довольно хорошо. Ну, Пиония, у тебя имя такое редко встречается. А как ты думаешь, кто тебя назвал таким именем? Мама или папа? Мама. Мама. А что ты думаешь, что самое важное нужно для жены, чтобы, ну, Даник чувствовал себя уверенно в себе? И, ну, ты получала ту любовь, которую, ну, хотела бы иметь от него. Что самое важное нужно? Любить Бога и повиноваться моему мужу. Правильно. Любить Бога и повиноваться своему мужу. Слава Господу. Благодарим родителей, что вы воспитали хороших детей, которые знают, что нужно для того, чтобы семья была благополучной. Также я прошу выйти молодых людей, которые хотели помолиться за ребенка. Ну, это то, что бывает после свадьбы. Всегда, и что иногда ждут с нетерпением, это дети. Поэтому, я думаю, мы помолимся, чтобы вы также благополучно имели это. Ну, даже двое, сын и дочь. Ну, я рад за вас, товарищ четвертый сын, да? Где мой микрофон? Как вы его назвали? Что бы вы хотели? Назвали нашего сына Мэттью. И мы хочем, чтобы Бог его обильно благословил, и Бога благодарим за его. Ну, уже видать, микрофон и тянется. Улыбается, молодец. И чтобы он дал нам мудрость его воспитать. Чтобы вырос хорошим христианином. Помолимся, конечно. Как ваша дочь зовут? Что бы вы хотели сказать? Ее зовут Эмили. Мы хотим, чтобы Бог ее благословил, дал мудрости во всех ее поступках. И чтобы всегда стремилась к Богу. А мама? Тоже, чтобы Бог ее благословил, дал ей мудрости, чтобы она служила в церкви с малых лет, когда уже. Лена, я про тебя пропустил. Мое желание тоже. Мы с Денисом желаем, чтобы Бог обильно благословил его. Чтобы он всю жизнь любил Бога искренне. Всегда искал, исполнял волю Божию. И имел всегда правильные приоритеты в жизни. И нас, как родителей, чтобы мы были живым примером для него. Конечно же, помолимся. Итак, дорогие друзья. У нас есть нужды. Есть жених с невестой. И есть дети. Это наше будущее. И то наше будущее, и это наше будущее. Поэтому давайте встанем на ноги. Помолимся сразу за этих маленьких детей. А потом за молодых людей. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты нашу церковь пополняешь, Господи, дочерями и сыновьями, Господи. Я благодарю Тебя, Господи, Боже мой, что Твоя милость продолжается над землею. Что Ты являешься милостью и благодать свою, Господи. Что Твоя любовь, Господи, проявляется, Господи, в наших семьях, в наших детях. Спасибо, Господи, благослови этих детей. Пусть они будут примером. Пусть они будут подражателями нашей веры. Пусть они будут наследниками нашей веры, Господи. Последователями. Чтобы наша церковь, Господи, она не закрылась через 10-15 лет. Но чтобы она продолжала здесь пополняться нашими детьми и внуками. Благослови, Господи. И пусть Твое имя прославится. Пусть Тебе вознесется хвала. А также помоги родителям, Господи. Чтобы дети, возрастая, брали с них пример. Вечный Бог, я предаю их Твои могучие чудные руки. Храни от злых, негодных людей, от болезни, от всякой скверны. И пусть во всем прославится Твое чудное и дивное имя. Ибо Ты есть наш Господь. Тебе за все слава. Вечный Бог мой. Аминь. Молодец. Хороший, малый. Вечный Бог. А также я прошу Тебя за наших молодых. Они стоят пред Тобою. У них все сегодня в розовом цвете. Они любят друг друга. И в этом их утешение. Но придут дни, Господи, когда у них появятся дети, заботы. Вечный Бог. Дай им всегда иметь эту любовь, которую они имеют сегодня друг к другу. Благослови, Господи. Благослови их своим благословением, Господи. Чтобы они всегда, Господи, любили друг друга. Чтобы пиония повиновалась своему мужу. Чтобы Даник также, Господи, имел любовь к ней и к Тебе и всегда следовал за Тобою. Благослови, Господи. И пусть во всем прославится Твое имя. Мы вверяем их Тебе. Да будешь Ты возвеличен и прославлен. А также, Господи, Ты слышал те нужды, которые мы читали, Господи. Особенно я прошу за Славянск, за Восточную Украину, где проливается кровь, где идут войны, Господи. Где уже начали страдать наши церкви, наши братья. Которые непосредственно уже, Господи, вечный Бог мой, мы просим Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Вступися, защити, Господи, огради, Господи, свою церковь, наших братьев, сестер. Эти города, Господи, Боже мой. И мы верим и знаем, Господи, тысячи людей молятся, просят Тебя. Да прославится Твое святое имя и в этом, Господи. Мы все вверяем в Твои могучие, чудные, дивные руки. Помоги, Господи, благослови. А также, Господи, благослови моих братьев и сестер, которые нуждаются в Твоей помощи. Которые в болезни и в скорбях, Господи. Которые переносят муки, Господи, страдания. Яви Твою милость, Господи. Коснись своей пронзенной рукой, коснись милостью и благостью. И прославься, ибо Ты есть Господь всемогущий. Да будет имя Твое возвеличено и прославлено, Господи. Храни также вечный Бог в переездах, в дорогах, в транспорте, в перелетах, Господи. То ли с работой проблемы, то ли на работе, Господи. Не пройди мимо. Мы все придаем Твоей могучей руки. Да будет имя Твое благословенно, прославлено и возвеличено. И в этот час, Господи, распускай, распустись миром и храни в мире. И пусть во всем прославится Твое имя. Благодать Господа нашего. И Иисуса Христа. И любовь Бога Отца. И общение Святого Духа со всеми нами. Аминь, аминь. Приветствую тебя друг друга. Вечером, пожалуйста, на 6 часов. Можете постоять? Спасибо. Спасибо. Спасибо.